Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о такой интересной теме, о осени. Безусловно, что и не только мы сейчас с вами находимся в таком осеннем периоде, но и каждый из нас в течение своей жизни столкнется с осенью. Я бы, конечно, хотела пожелать каждому, чтобы она была действительно золотой, чтобы вторая половина жизни была насыщена позитивным опытом и желанием делиться этим опытом жизненным с близкими, родными, дорогими людьми, но чтобы ваша осень не стала золотой в смысле затрат на здоровье по причине того, что все время мы не смогли в какой-то мере его сберечь, чтобы слово старость не ассоциировалось у нас с каким-то сгорбленным пожилым человеком, который стоит в очереди в аптеке с унывым выражением лица, а ассоциировалось у нас с бодрым человеком, который гуляет по парку с внуком или внучкой. И на самом деле, когда мы говорим о старости, конечно, вспоминаются фразы вроде «старость не в радость», «больная старость» и так далее. С другой стороны, мы понимаем, что в какой-то мере все это было заложено изначально, и когда говорится о том, что Дженес – поколение молодых, я заметила по партнерам, что они часто рассказывают о клиентах, которые, с одной стороны, хотят вроде бы действительно сохранить свое здоровье и работоспособность, с другой стороны, говорят, ну, мне уже там за 60, я старый уже, может быть, и не надо мне так много. И хочу привести вам как пример замечательного человека, замечательного доктора, которому несколько недель назад исполнилось бы 113 лет. Федор Григорьевич Углов во многом для меня лично является примером профессионала высочайшего уровня. Вы видите, что он прожил 103 года, почти 104, был хирургом и писателем, общественным деятелем, доктором медицинских наук, академиком и Академией медицинских наук СССР, и впоследствии Российской Академии медицинских наук. Он навсегда внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый долго практикующий хирург планеты. Последнюю операцию он провел фактически перед своим столетием. И не для того, чтобы поставить рекорд, а на самом деле другие доктора в клинике просто не рискнули оперировать пациентку с большой доброкачественной опухолью на шее, потому что были рядом крупные сосуды, и все боялись их повредить. А вот ветеран Федор Григорьевич Углов рискнул и прошла операция успешно. И, конечно, была и благодарность от пациентки, и вот рекорд Гиннеса. До последних дней он вел активный очень образ жизни, читал лекции, консультировал пациентов. Он на протяжении многих лет был руководителем общества трезвости. Известный американский кардиохирург Майкл Дебекки писал, что профессор Углов – это национальное достояние России, и что он подвинул хирургию так же высоко, как мы двинули покорение космоса. И на самом деле Майкл Дебекки считал Углова своим учителем. То есть вот такой замечательный человек. Поэтому, когда мы говорим о второй половине жизни, о старости, мы не должны ассоциировать это с пенсией. Посмотрите, пожалуйста, фактически этот человек всю свою жизнь посвятил активной деятельности, активному труду. Поэтому действительно давайте говорить о том, как проводить нашу осень молодо и продолжать активно трудиться. Безусловно, мы с вами говорили о том, что здоровый образ жизни способствует долголетию. Конечно, практиковать его надо с молодым. Но если вам уже 60+, это не значит, что здоровый образ жизни вам больше не показан. Он, конечно, улучшает самочувствие в любом возрасте. Поэтому нужно приобретать мудрость пожилого человека, но при этом не утрачивать ни здоровья, ни бодрости, ни оптимизма. Надеюсь, вы со мной согласны. Кстати, соглашусь с Моникой, что действительно с нашими продукциями было бы 120 и более. Между прочим, возвращаясь к Федору Григорьевичу, скажу, что это человек, который не являлся каким-то экстраординарным, скажем, человеком из семьи долгожителей. Его родители прожили недолгую жизнь. Мама его умерла в 75, а папа в 57. Он сам сибиряк, но он в молодости перенес брюшноти, в сыпноти, в малярию. Он прошел всю блокаду Ленинграда, продолжая оперировать. Перед этим был хирургом в финской войне. Ночные дежурства, часы напряженнейшего труда. За ним многие операции, которые были сделаны в истории человечества впервые. И на сердце, и в онкологии. В общем, феноменальный действительно человек, возвращаясь к Федору Григорьевичу. Ну так вот, что мне хочется вам сказать еще, дорогие друзья. Посмотрите, пожалуйста. Считается, что население становится старым, ну то есть вот демографическая старость, если доля населения в возрасте больше 60 лет превышает 12% населения. Посмотрим на Россию. Вот мы посерединке. Это причем данные достаточно старые, им уже несколько лет. 19% населения нашей страны в возрасте 160 лет находится. То есть фактически наша страна демографически является уже такой пожившей, пожилой страной. И что? Это значит, что теперь мы должны печалиться и как-то готовиться к пенсии? Безусловно, нет. Вы понимаете, что нашу экономику, грубо говоря, ждет крах, если мы все соберемся на пенсию уходить в 55 или 60 лет. При такой вот перспективе прошло с этого исследования уже 2 года и доля населения старше 60 в России уже превысила 19%. Скажу вам больше. В России насчитывается 15 тысяч человек в возрасте 100 лет и больше. Вы себе только представьте эту цифру. Уже городок можно населить людьми, которые прожили век. Я считаю, что в принципе это не повод печалиться, а, собственно говоря, причина для гордости. Мы с вами очень хорошо изучали в свое время причины старения на молекулярном уровне. Я напомню тем, кто впервые на нашем вебинаре. Это повреждение ДНК, это эрозия теломер или истощение запаса стволовых клеток. То есть, каждый из них по отдельности, все три вместе, приводит к тому, что мы стареем. Но мы с вами так подробно не обсуждали еще вопрос, что же происходит с каждым органом и каждой системой и где в какой точке применять наши продукты GNS для того, чтобы продлить активность организма, несмотря на то, что по паспорту вам уже больше 60 лет. Итак, что же происходит с нашим организмом в старости? Безусловно, я хотела бы начать именно с сердечно-сосудистой системы. Вы знаете, что это, собственно говоря, наш двигатель и трубы для нашего топлива. В общем, также важен для нашего организма, как Газпром для России. И, конечно, с возрастом сосуды теряют эластичность. Тот же самый эластин и коллаген, про который мы с вами хорошо уже знаем, очень важный для эластичности кожи. Он же составляет каркасы сосудистой стенки. И там он тоже уменьшается в количестве и качестве. И, конечно, сосуды становятся более жесткими. Очень часто присоединяется к этому процессу атеросклероз, то есть отложение холестерина на внутренних стенках артерий. И в результате сосуды становятся более узкими, более жесткими. Это затрудняет работу сердца, потому что надо проталкивать кровь через такие суженные сосуды. Мало того, это приводит и к повышению артериального давления. Я не устаю повторять о том, что если у вас начало повышаться артериальное давление, это уже признак старения сосудов. Вам уже нет оправдания не заниматься собой. И точка зрения кардиологов очень ясна. Вам столько лет, сколько лет вашим сосудам. Насколько эластичны ваши сосуды, настолько вы молоды. И наоборот. Есть разные шкалы подсчета сосудистого возраста. Это самая простая, элементарная, представленная перед вами. Очень рада, что опять-таки наш известный ученый, кардиолог Карпов и его команда принимали участие в разработке этой шкалы. Вы можете найти свой пол, видите, мужчины, женщины. Можете найти свой уровень систолического артериального давления, то есть верхнее артериальное давление. Можете найти свой диапазон возраста, статус курить, не курить, и холестерин, и на пересечении найти свой сосудистый возраст. И для наградности хочу вам показать, вот недалее, как сегодня был у меня на приеме молодой человек. Он курит, но, собственно, пытается бросить. Не очень, к сожалению, получается. Ему 44 года по паспорту. К сожалению, у него холестерин 7. И мы видим с вами вот его столбик, вот он курящий. 44 года, значит, он относится сюда. Вот его 7 холестерин. И лишний вес, кстати, у него тоже есть. К сожалению, в этой шкале он не учитывается. И давление у него в пределах 140. Вот, пожалуйста, ему 52 года. Вот она, его цифра здесь. 52 года его сосудом. Хотя ему 44 года по паспорту. Согласитесь, весьма неприятную весть. Он слышал от меня. Ему очень не понравилось слышать эти слова. Но это замечательная мотивация, чтобы заниматься собой. Конечно, когда мы говорим о возрасте 60 и выше, то есть то, о чем мы с вами говорим сегодня, о золотой осени, посмотрите, как сразу интенсивно влияют факторы риска на наше здоровье, на нашу молодость сосудов. Вот человек, допустим, тот же 60 лет. Если он курящий, автомат ему переносится сюда. То есть ему уже сосудом не меньше, чем 67. Даже если идеальный холестерин и идеальное давление. А если, не дай бог, холестерин выше 5, пожалуйста, 72 сразу. Даже если идеальное давление. То есть это вы слышите меня, да? Человек всего в районе 60. И если давление чуть-чуть повышено, и все, мы сразу к 80 стремимся. И шансы прожить долгую, здоровую, счастливую жизнь и приносить радость детям и внукам, и наслаждаться их ростом, развитием и радостью, ну, согласитесь, стремиться к нулю. Вот почему важно просчитывать свои риски. Ну, а что же делать, спросите вы. Безусловно, я напомню вам, что даже если с сердцем и сосудами уже есть проблемы, это не повод опустить руки, а повод браться за себя. И, конечно, у нас есть факторы, которыми мы можем повлиять на свое состояние и самочувствие. Прежде всего, напомню, что есть принципы здорового питания. Ну, средиземноморская диета как образец. Безусловно, ваша пища должна содержать пищевые волокна. Безусловно, антиоксиданты. Конечно, отказ от соли очень желателен, потому что соль повышает артериальное давление и повреждает внутреннюю выселку сосудов. И, конечно, надо ограничивать сахар и алкоголь. Алкоголь оказывает, кроме всего прочего, еще и кардиотоксическое действие, то есть повреждает клетки сердца. Контроль артериального давления критически важен, если у вас уже есть проблемы с сосудами. Напомню вам еще раз, возвращаемся к предыдущему слайду. Сосудистый возраст очень серьезно зависит от величины артериального давления. Чем выше давление, тем быстрее повреждаются сосуды. Норма ниже 140, она ниже, чем 90. Регулярная физическая активность – это обязательный пункт, обязательные условия сохранения ваших сосудов и сердца в работоспособном состоянии. Будьте добры, 6000 шагов или 3 километра, или 30 минут умеренной физической активности в день должно быть обязательно. И напомню вам, что мышцы – это тот орган, который поможет вашим сосудам сохраняться в активном молодом состоянии. Контроль уровня холестерина, безусловно, да, обязателен. То есть, не устаю опять повторять, вы все грамотные люди, мы с вами живем в третьем тысячелетии. Как наши автомобили раз в год проходят техосмотр, точно так же, безусловно, и мы должны техосмотр проходить раз в год и узнавать тот самый уровень холестерина, и сахара, и артериального давления, чтобы знать, какие те слабые места, на которые надо воздействовать. Контроль веса обязательно, минус 10 килограмм лишнего веса, дадут вам без лекарств, минус 2-5 миллиметров втутного столба. Отказ от курения, дорогие друзья, минус 10 миллиметров втутного столба, гипертоникам, без лекарств. Поэтому, безусловно, вы видите, как важно на самом деле соблюдать здоровый образ жизни. Вы еще к врачу не пришли, вы только начали блюсти здоровый образ жизни, а у вас уже результаты по улучшению состояния сосудов. И, конечно, регулярный контроль вашего врача, потому что хронические заболевания, они, к сожалению, уже развились и уже, скажем так, внесли коррективы в вашу анатомию. Теперь ваше дело контролировать их и не дать им выйти, скажем так, из берегов и окончательно испортить вам жизнь. А для того, чтобы вы были уверены, что ваше питание соответствует всем требованиям, вы видите, я, как всегда, питание помещаю на первое место. Для того, чтобы вы знали, что ваше питание действительно богато витаминами, микроэлементами, антиоксидантами и так далее, конечно, на помощь нам приходит нутрицептика. Напомню вам, что у нас есть кладезь антиоксидантов в распоряжении, это резерв наш всеми любимый, но и EM, и EM Essentials, то есть наш витаминно-минеральный эпигенетический комплекс тоже содержит мощную поддержку в виде антиоксидантов и также и Finiti, безусловно, мы не только удлиняем теломеры, мы, безусловно, поддерживаем еще и организм антиоксидантами. Для контроля веса фактически ZEN – это идеальное решение и хочу вам сказать, очень часто меня спрашивают, вот у меня там мама или папа, у них есть лишний вес, а можно ли им использовать ZEN? Безусловно, да. Напоминаю, что не зря у нас предмет гордости Марк Макдональд является послом марки ZEN, это при том, что он занимался помощью людям с ожирением и уже сахарным диабетом развившимся. То есть, опять-таки, сама система ZEN была продумана для того, чтобы ее использовали не просто люди с ожирением, а с ожирением и уже с риском хронических болезней или с возникшими хроническими болезнями. Поэтому, да, возраст 60+, не помеха тому, чтобы нормализовывать свой вес, а в принципе, серьезный мотив для того, чтобы вес контролировать и при этом не оставить организм голодающим на жестких диетах, а сохранить здоровье и при этом достичь результата. Но, к сожалению, не ограничивается старение только сосудами. Мы знаем, что и кости, и мышцы, и суставы тоже стареют. К сожалению, размер и плотность костей уменьшаются. Размер костей уменьшается, потому что внутри них могут происходить микропереломы за счет остеопороза. Уменьшается сила и эластичность мышц. Уменьшается эластичность связок и сухожилий. И это все начинается после 30-35 лет. Но после 60, конечно, эти, скажем так, процессы уже становятся очевидными. И если человек не поддерживал себя с молоду, безусловно, это все вызывает серьезные, скажем так, отклонения в качестве жизни. Пожилые люди часто становятся из-за этого меньше ростом. Кости более подвержены переломам. Суставы тоже дают о себе знать регулярно, потому что смазочной жидкости в суставе выделяется меньше. Вот вы видите суставчик. Концы костей покрыты такой прокладкой, пружинящей, которая называется хрящ. А между ней есть смазочная суставная жидкость. Ну так вот, ее становится меньше. Хрящ обезвоживается, растрескивается, может иногда даже вот так вот полностью истираться. И, безусловно, это приводит к воспалению, выраженным болям в суставах. Вы утром встаете со скрипом, после работы приползаете, уже тоже как бы все болит и скрипит. Работали на даче, после дачи уже через пару дней бегом к врачу, потому что тяжело разогнуться. Вот, к сожалению, такие проблемы весьма и весьма частные. В принципе, по печальной медицинской статистике, вторая причина обращения к врачу – это боли в суставах, увы. Что делать, чтобы поддержать здоровье костей, когда, собственно говоря, вы уже не очень себя хорошо чувствуете и понимаете, что вашим костям и суставам уже не 20 лет. Напоминаю, конечно, молодым людям о том, что набирать костную массу надо с молоду. Об этом у нас был с вами разговор, когда мы обсуждали остеопороз. Но, если у вас уже есть проблемы, в любом случае физическую активность, опять-таки, надо поддерживать. Это не только здоровье сосудов, но она помогает улучшить координацию движений и укрепить мышцы, улучшить мышечную силу и увеличить плотность костной ткани. Так устроена наша природа. Господь Бог не кормит дермоедов. Если мышцы не работают, кровоснабжение около лежащих структур, типа костей, связок и так далее уменьшается. Если нет органа эффективной работы, никто не будет его излишне кормить. Голодающий орган будет уменьшаться в размерах, клетки будут голодать, скажем так, кончать с собой, апоптозом это называется. Старение будет ускоряться. Поэтому дайте вашему организму знать, что вам нужны ваши мышцы, кости и связки. Регулярная физическая активность – это важно. Про питание. Безусловно, все актуально, как всегда. Питание должно быть разнообразным. В нем должно быть достаточно кальция, достаточно витамина D. Напоминаю, уже октябрь. То есть обогащение питания витамином D в России, в странах Балтии, в Казахстане, в Белоруссии, на Украине обязательно с октября по апрель. Дорогие друзья. Безусловно, антиоксиданты тоже очень важны, потому что, опять-таки, от здоровья сосудов, от здоровья клеток, собственно говоря, зависит то, насколько хорошо будут сохраняться ваши суставы. Кроме того, напоминаю о том, что антиоксиданты – это еще и вещества, которые, помимо прочего, уменьшают хроническое воспаление. Предотвращение падений для пожилого человека – это очень важно. Поэтому здоровое зрение должно быть. Зрение надо контролировать еще и для того, чтобы не споткнуться в темной комнате от того, что ты не заметил, и не упасть, скажем так, и не сломать себе что-нибудь. Кстати, вот Федор Григорьевич Углов, о котором я говорила вначале, к сожалению, вот с ним произошла такая неприятность. Когда ему было 103 года, он лег на плановое хирургическое вмешательство и ночью встал в палате, споткнулся от телефона и провод, который очень не кстати лежал под ногами, и сломался бы шейку бедра, увы. А видите, может быть, мы до сих пор бы обсуждали, что вот это не только самый долго практикующий был хирург, а еще и самый долго живущий. Кроме этого, конечно, хорошая освещенность, не загромождать проходы, это очень важно. И, конечно, контроль вашего врача, поскольку хроническое заболевание уже имеется. Но что мы можем сделать сами, помимо прочего? Безусловно, использовать полезные эффекты нутрицептики при проблемах с суставами. И здесь нам на помощь приходит и противовоспалительный эффект тех продуктов, которые мы считаем, скажем так, продуктами долголетия, потому что в них опять-таки заложен эффект борьбы с воспалением. Мы помним с вами, что воспаление – это одна из причин преждевременного старения. Ну так вот, когда уже, скажем так, мы в золотой осени находимся, нам все равно нужно бороться с воспалением, потому что он создает еще больше проблем. Боль – это признак воспаления. Почему нам нужно улучшать состояние мышц, мы уже обсудили с вами. И, безусловно, важен контроль веса. При ожирении артроз, то есть проблемы с суставами, боли выражены. И здесь опять-таки нам приходит на помощь наш Зен. И улучшение памяти и концентрация внимания – это очень важный сегмент работы для пожилых людей. Поэтому мы помним, что и у резерва есть такое свойство улучшать внимание, улучшать концентрацию внимания, улучшать память. У ЭМ-ПМ есть благотворный эффект влияния на нервную систему. Во-первых, лучше сон, безусловно, лучше память потом. Во-вторых, мы помним, что ЭМ-ПМ, кроме своих пяти запатентованных смесей, содержит еще и мощный комплекс витаминов группы В, которые оказывают, как мы знаем, благотворное влияние на нервную ткань. И МАИНД, безусловно, тоже является очень хорошим продуктом для поддержки работоспособности нервной системы. Как всегда, МАИНД – это пока предмет зависти наш к нашим друзьям на Украине и Грузии. Но в любом случае, поскольку я знаю, наши вебинары слушают и там, МАИНД вам в помощь для того, чтобы поддерживать острый ум. Пойдем дальше. Пищеварительная система, к сожалению, тоже стареет. И мышцы в пищеварительной системе тоже есть. Стенки желудка, кишечника, пищеводы. И, к сожалению, мышцы эти ослабевают. Ослабевает, соответственно, и перистальтика. Перистальтика – это как раз вот эти направленные движения мышцы желудка и кишечника. Соответственно, замедляется прохождение пищи по пищеварительному тракту. И это чревато у пожилых запорами. Они встречаются очень часто. Расслабляются и сфинктеры, то есть места вот этих переходов из пищевода в желудок и так далее. Соответственно, часто возникает изжога, рефлюкс. Мы уже это с вами как-то обсуждали. Уменьшается выделение пищеварительных соков в желудке и поджелудочной железы. И выделение желчи в печеночных клетках и соков тонкого кишечника. Поэтому переваривание затруднено и есть склонность в результате к вздутию, изжоге, запорам. Что это должно означать для нас? Это не значит, что вам теперь надо тосковать и лишать себя всего, дорогие друзья. Нет. Но чем опять-таки мне нравится Марк? Это человек, который в очень ясной и понятной форме доносит до каждого, как питаться правильно. Потому что пожилым людям нельзя садиться на одни кашки. Мышцы у пожилых людей требуют белка. Истощение мышечной ткани у пожилых людей – это одна из причин их быстрого выхода из строя. Поэтому, наоборот, надо питаться правильно, питаться регулярно. И вы помните, что Zen Project – это не только система контроля веса, но это фактически система правильного питания. Вы очень ясные инструкции получаете в своих руководствах о том, какой должен быть размер порции, какие должны быть пропорции для вас. И очень четко и понятно можно объяснить пожилому человеку, что ему тоже нужно питаться вот так вот 6 раз в сутки, для того, чтобы хватило вот этих пищеварительных соков на переваривание порции, которая не должна быть слишком большой. Потому что, согласитесь, если мы будем кормить человека 3 раза, и порция будет большая, естественно, мы перерастянем желудок, пища там будет долго стоять, долго перевариваться, это чревато проблемами. Когда человек ест умеренно 6 раз в день, не переедая, и получая при этом все питательные вещества, вот это свойство сохранить здоровый пищеварительный тракт как можно на более долгий срок и получить все те нужные витамины, микроэлементы, все пищевые вещества для сохранения молодости и активности. Поэтому это важно. И у нас есть опять-таки решение проблем. Напоминаю, что достаточный питьевой режим, сбалансированное дробное питание. Фактически у нас есть руководство по нему. Вы открываете наши гиды в Zen Project Aid и все это видите. Антиоксиданты, безусловно, опять-таки улучшат состояние пищеварительного тракта и сделают слизистую более устойчивой. Она будет медленнее атрофироваться. Мало того, хочу вам по секрету сказать, что и Finiti, и MPM, и Zen Prime, они содержат вещества, которые благотворно влияют на клетки печени, так называемые гепатопротекторы. Поэтому вы не только, скажем так, замедляете старение, но еще и поддерживаете функцию печени, что тоже приятно. Я думаю, она будет вам за это благодарна. И потом не придется печалиться о том, что вот как-то плохо я себя чувствую, тяжесть в животе и так далее. Перейдем к почкам и мочеводелительной системе. Надеюсь, вы не устали, но почки – это тоже очень важный орган. Почки должны выводить все токсины из нашего организма. И, к сожалению, они тоже стареют, потихоньку выходят из строя. А все потому, что если мы на почку посмотрим по микроскопам, то она состоит из сети очень-очень тонких мелких сосудов, через которые должно все фильтроваться. И, скажем так, продукт фильтрации выводится вот сюда, вот в каналец в виде первичной мочи и дальше концентрируется в классическую мочу. А все, что осталось нужным, выходит по этим сосудам и попадает обратно в кровоток. Ну так вот, сосуды почек становятся с возрастом тоже более жесткими и повреждаются атеросклерозом. Причем, мало того, дорогие гипертоники, вы должны понимать, что когда у вас появились скачки давления, первыми начнут страдать вот эти тоненькие сосуды. Чем тоньше сосуд, тем быстрее на него влияет повышенное давление. Поэтому почки надо беречь. И все, что я говорила про контроль сосудов ранее, это вдвойне актуально для почек. С возрастом почки могут не так эффективно выводить продукты жизнедеятельности и токсины. Сфинктер мочевого пузыря ослабевает, то есть это чревато с возрастом недержания. У мужчин аденома простаты вносит свои коррективы в контроль и, в общем, иногда заставляет мужчину несколько раз ночью вставать, так сказать, в туалет. То есть, безусловно, мочеполовая система может сделать жизнь совсем не такой комфортной, как раньше. Мало того, недержанию способствуют и ожирение, и частые запоры. Поэтому, опять-таки, мы говорим о том, что пищеварительную систему надо беречь, чтобы не было запоров и, соответственно, не было дискомфорта со стороны мочевого пузыря. Ну, что же делать? Пока почки не отвалились, как в той известной поговорке, в общем, а то будет поздно пить любую минеральную воду и что бы то ни было. Конечно, контролировать давление, конечно, контролировать холестерин, безусловно, контролировать вес, то есть не допускать ожирения. Антиоксиданты, конечно, должны присутствовать в вашем питании, чтобы помогать вашим сосудам. Ну и напомню, что у нас есть хороший детокс Zen Prime для того, чтобы помочь вам в какой-то мере способствовать очищению организма от токсинов. Но ваша первоочередная – сберечь сосуды почек до того, как они, собственно говоря, склерозируются в значительной мере. Что дальше? Конечно, нервная система. Безусловно, мы говорим с вами о том, что и мозг стареет. Хочу вам сказать, дорогие друзья, что, к сожалению, с увеличением продолжительности жизни в России увеличивается и количество людей с болезнью Альцгеймера, и с сосудистой деменцией, то есть с сосудистым слабоумием. Я думаю, что у нас будет отдельный разговор на эту тему. Но, тем не менее, с возрастом количество нервных клеток уменьшается. Безусловно, что память в результате может ослабевать, потому что и образование новых связей между клетками тоже замедляется. Сосуды склерозируются и в мозге, они там тоже тоненькие, нежные. Рефлексы замедляются, нарушается координация движения. Мы знаем, что это риск падения и переломов. Эмоциональная нестабильность, к сожалению, тоже преследует пожилых людей. Поэтому, опять-таки, бережем свои сосуды обязательно для того, чтобы не привести себя, в общем, к ситуации, когда уже все будет необратимо. Что касается зрения, вы знаете, что глаз – это очень важный орган чувств. Так вот, сетчатка, которая воспринимает вот этот желтенький слой, которая воспринимает лучи света, это фактически кусочек мозга на периферии, чем, собственно говоря, пользуются окулисты, когда смотрят глазное дно. Глаз тоже с возрастом страдает. Уменьшается выделение слезной жидкости. Хрусталик – это наша главная линза глаза, вот он. Он теряет эластичность и прозрачность, и, соответственно, это чревато возрастной дальнозоркостью, чревато катарактой. Зрачки хуже реагируют на изменения освещения, соответственно, пожилые люди хуже видят в темноте. Сетчатка становится тоньше. Это чревато так называемой куриной слепотой. То есть, опять-таки, мы говорим о том, что и зрение надо беречь. Слух страдает тоже. Барабанная перепонка, в ней тоже есть коллагенные эластины, она тоже с возрастом теряет эластичность. Сосуды воспринимающего звуки аппарата тоже склерозируются. И нервные клетки чувствительные в внутреннем ухе тоже стареют, и это чревато нарушениями равновесия, опять-таки, риском падений. Ну и когда человек не так хорошо слышит звуки, соответственно, ему хуже ориентироваться в окружающем мире. Как беречь нервные клетки? Безусловно, мы понимаем, что опять-таки критично сохранять сосуды, поэтому все, что мы говорили с вами про сосуды, очень актуально здесь. И напоминаю вам, что у нас есть хорошие нутрицептики для того, чтобы беречь нервные клетки с молоду. Конечно, лучше начинать раньше, для того, чтобы мы вообще с вами сохраняли ясность ума, как у Федора Григорьевича до 100 лет. Но в каком бы возрасте вы ни находились, даже если вам 60 и больше, никогда не поздно помочь своим клеткам сохранить ту работоспособность, которая у них еще есть. Зубы – тоже важная проблема у пожилых людей. Безусловно, слюны с возрастом вырабатывается меньше, есть сухость во рту, это повышает риск кариеса и инфекции в ротовой полости. Остеопороз преследует, к сожалению, верхнюю и нижнюю челюсть, там тоже есть кости, поэтому зубы выпадают. И как результат возможны проблемы с речью и глотанием. Поэтому, безусловно, стоматолог должен быть у пожилых людей в списке, скажем так, своих близких контактов хотя бы раз в год. Кожа, я думаю, про нее не стоило бы и говорить, мы очень подробно всегда ее обсуждаем. И когда речь идет вообще, собственно говоря, о какой-то заботе о собственном организме в возрасте, конечно, все в первую очередь обсуждают морщины. Но я хотела сказать вам вот, что кроме морщин, есть еще одна проблема. Уменьшается количество сальных и потовых желез. Пожилые потеют меньше, и поэтому у них хуже охлаждение в жару. Соответственно, они более подвержены тепловым ударам. Это тоже надо учитывать людям в возрасте. Ну и, конечно, все остальное, как обезвоживание кожи и снижение выработки коллагена эластина, тоже приводит к своим проблемам. Но у нас, слава богу, есть для этого хорошее решение. Это люминез. Вся линейка люминез подходит, безусловно, молодым людям, но она, безусловно, очень и очень желательна, если не сказать обязательно, к использованию у людей пожилых, у которых уже есть морщины, которым надо поддержать свою кожу. Безусловно, у нас есть уникальное преимущество. Это очень мощные компоненты, которые действуют все сообща. То есть это не только APT200, то есть те факторы роста, которые будут говорить нашим клеткам. Молодеете, синтезируйте нам коллаген и эластин, не умирайте, работайте долго. Но мы еще и можем напитать нашу кожу антиоксидантами и увлажнять ее, защищать от литрофиолета, а это один из ключевых факторов старения кожи, и питать ее витаминами, и препятствовать гликированию, то есть, скажем так, склеиванию белков и ДНК излишним сахаром. Казалось бы, я рассказала про все кошмары и ужасы, но это еще не все, дорогие друзья. Есть такая проблема с возрастом, как замедление обменных процессов. Вот посмотрите на Алика Болдуина, какой красавчик и стройный мужчина был в молодости. Здесь ему немногим больше 20, сейчас ему 59, и мы видим, что у него уже есть проблемы. Конечно, ему надо срочно браться за свое здоровье и менять образ жизни. С возрастом мало того, что обмен веществ начинает замедляться, потому что часть клеток выходит из строя. Так еще и люди, как правило, начинают вести менее активный образ жизни. Вот почему опять-таки я напираю на то, что умеренная физическая активность должна быть. Потому что лишний вес – это и нагрузка на сердце, и повышение артериального давления, и нагрузка на суставы, и риск сахарного диабета, и риск онкологических заболеваний, и еще много других проблем. Поэтому, конечно, контроль веса должен быть. Я покажу вам теперь, Марка, чтобы вы вспомнили, какой он замечательный человек, кроме того, что он и фитнес-эксперт, и замечательный коуч, и автор колонок популярных в New York Times и выпусков передач на CNN, и посол американской противодиабетической ассоциации. И, конечно, когда вы рекомендуете систему ZEN, вы можете быть уверены, что вы предоставляете людям продукты премиум-класса, только научный подход к правильному питанию. Очень просто этому следовать на протяжении долгого времени, а я бы сказала, на протяжении всей жизни. И у вас всегда есть поддержка в виде советов экспертов и сообщества единомышленников для того, чтобы достичь эффекта. Три фазы. На первую и вторую фазу дается, скажем так, ограниченное какое-то время. А фазу три вы можете продлить, как я уже сказала, на протяжении всей своей жизни. Ну и по потребности, если как-то ваш, скажем так, образ жизни был каким-то ленивым, вы поехали в отпуск и там немножко, скажем так, отошли от активности или от правильного питания, то вы можете опять возобновить фазу один-два и опять вернуться в рамки. Есть еще одна деталь, которую не принято обсуждать, но которая, к сожалению, очень сильно нарушает качество пожилых людей, качество жизни пожилых людей. Это половая жизнь. И связана эта проблема с тем, что опять-таки клетки половых органов тоже стареют, выработка половых гормонов снижается, и это приводит не только к изменениям во всех органах и системах, но и к снижению полового влечения. У мужчин это еще и проблемы с эректильной функцией. У женщин, скажем так, развиваются проблемы, которые тоже уменьшают, скажем так, удовольствие от близких отношений с любимым мужчиной. И в итоге, конечно, это сказывается в какой-то мере и на семейных отношениях. Напомню, также я уже показывала вам этот слайд, дорогие друзья, что мужчины раньше начинают ощущать старение сосудов, потому что сосуды в пенисе, они очень тонкие. Конечно, чем тоньше сосуды, тем быстрее они начинают склерозироваться. Если мы говорим о осложнениях сосудов для человека, то вы видите, первым начинают проявляться проблемы с эрекцией, потом уже появляются ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, а дальше уже там склерозирование артерий нижних конечностей, вплоть до ампутации. Поэтому, конечно, если начались такие проблемы, дорогие мужчины, надо сразу начинать заниматься собой. Радость жизни, и в том числе радость в близких отношениях, зиждется на здоровых сосудах, дорогие друзья. Поэтому никакого места не должно быть в вашей жизни для вредных привычек, потому что и курение, и алкоголь губительно сказываются на половой силе. У женщин это значительно ускоряет наступление на паузу, то есть ускоряет старение яичников. Конечно, должно быть правильное питание. Безусловно, все, что мы говорили для сохранения здоровья сосудов и питания, это все актуально здесь. И опять мы возвращаемся к контролю давления, к регулярной физической активности, к контролю уровня холестерина, к контролю веса и регулярному контролю вашего врача. И, конечно, нутрицептика нам всегда в помощь для того, чтобы поддержать молодость наших половых желез, потому что мы знаем, даже очень многие партнеры отмечают, что на МПМ они стали выглядеть себя моложе, в общем, вспомнили, что такое близкие отношения, точно так же, как, собственно говоря, и те, кто пользовались резером Аффинити. Это, скажем так, действительно слова партнеров, которые регулярно звонят на скайп-линию и делятся своими успехами. Поэтому я еще раз покажу вам этого замечательного человека, Федора Григорьевича Углова, когда ему уже было далеко за 80, он поделился успехами, скажем так, того, как сохранить, секретами, вернее, того, как сохранить молодость и активность, несмотря на то, что тебе далеко за 60. И мне кажется, каждая строчка здесь, она действительно продумана, она действительно очень глубоко напитана философским смыслом, и это не только, скажем так, наличие смысла в жизни и любви к родине, и к близким и родным, это не только активность и физическая, и умственная, и духовная. И видите, здесь есть и отказ от вредных привычек, и контроль веса, сохранить свой нормальный вес, чего бы это ни стоило, что говорит Федор Григорьевич, и, скажем так, поведение разумное, нерискованное, мы видим седьмой пункт, и регулярный контроль у врачей, для того, чтобы знать свои риски и вовремя их контролировать. И мы видим еще раз его замечательную фразу, индивидуальное бессмертие недостижимо, но длина твоей жизни во многом зависит от тебя самого. Поэтому я повторю, дорогие друзья, еще раз, очень правильно инвестировать в свои сосуды, в свое здоровье, потому что тот человек, который жив, он сейчас, а человек, который здоров, он свободен. Поэтому давайте действовать системно, давайте действовать синергично, для того, чтобы мы могли всегда контролировать хронические заболевания, даже если они уже есть, и помогать себе сохранять молодость, даже если уже далеко за 60. Еще раз напоминаю вам, что если у вас есть какие-то вопросы по тому, как использовать наши продукты, совмещаются ли они как-то с вашими лекарствами при хронических заболеваниях, вы можете обращаться на скайп-линию, которая проходит у нас по вторникам и по четвергам. Вы видите мой скайп, он вот на экране, что-то у меня тут промоталось, вот. Во вторник скайп-линия работает с 5 до 7 по московскому времени, и в четверг с часу до 3 по московскому времени. Так что милости просим, обращайтесь. Повторюсь, лучше не писать, а набирать меня. Если даже я говорю с другим партнером, я перезвоню вам, как только освобожусь. Большое спасибо вам за внимание. До новых встреч!